здорово инки були с вами варчик патчи 1.6 картошечка решила что стб 1 оказывается настроен недостаточно хорошо на мой взгляд они правы поскольку первая версия стб 1 с пневмоподвеской полный мусор поскольку пневмоподвеска была не достоинством а недостатком она тупо мешала играть у тебя никогда не опускалась пушка ты все время ехал просто с прямым стволом мало того что она и вверх то не особо поднимается но еще и вниз нихера не опускается и каждый раз чтобы пострелять нужно ждать пока пневмоподвеска там по наклоняется куда-нибудь чтобы начать стрелять а это все-таки средний танк еще и с небольшой скоростью он еле там разгоняет полтинничек и ползет этот полтинничек по прямой это не особо быстрая стэшка она еще и получается не особо быстрой в стрельбе если взять прошлую пневмоподвеску наконец-то до разработчиков дошло хорошо что не через год не через два а сразу через патч это замечательно поскольку в прошлой версии стб 1 играть было нереально это просто конченый кусок мусора сейчас же даже на ласвилле видно как я заехал на холмик в ущелье и спокойно играю от башни причем не испытываю никаких проблем в прошлом патче на стб 1 такое сделать было невозможно поскольку там пушка меньше опускалась дольше нужно было ждать пока там куда-то опустится да и в принципе стб 1 отсюда почему-то соскальзывал и в ущелье на ласвилле было стоять нереально сейчас же стб 1 стоит в ущелье на холмике спокойно заезжает сюда как к себе домой никуда почему-то не соскальзывает еще и пушка опускается очень хорошо давайте же посмотрим что ему понаделали скорость поворота ходовой уменьшена с 55 до 52 градусов японцы все время быстро крутились но в принципе 52 градуса это и так много понерфили и понерфили скорость поворота башни увеличена с 42 до 50 градусов а здесь уже апнули короче грубо говоря у вас и башня и корпус крутится полтинник ну корпус 52 ну и неважно угол возвышения орудия увеличен с 9 градусов до 15 с активной подвеской 21 вы понимаете с 9 до 15 15 это тоже плохо чтобы вы понимали а было 9 это же просто забей угол склонения орудия увеличен с 6 до 8 6 это просто обычный такой результат 8 это уже нормально с активной подвеской 14 при помощи подвески вы можете просто заглянуть куда-то там ватт 14 радусов склонения орудия такого в игре попробуй найди это надо пойти куда-нибудь к шведам посмотреть как они там пушку опускают чтобы увидеть 14 радусов это очень круто но почему мне больше нравится циферка увеличение склонения орудия 6 до 8 чем общее с подвеской 14 поскольку вы когда едете вы в любой момент можете опустить пушку стрелять плюс еще когда вы подъезжаете какому-то месту где собираетесь стрелять у вас уже пушка опускается до какого-то уровня и вы можете стрелять вам не нужно ждать пока подвеска начнет куда-то там наклоняться подниматься поскольку она медленно это делает это было неудобно сейчас ничего не нужно ждать пушка почти всегда опущена настолько что вы можете стрелять сразу поскольку видно в момента что играя через большие холмы у меня пушка в принципе всегда опускается и мне не нужно ждать пока подвеска там начнет работать она мне в принципе не уперлась эта подвеска мне надо что пушка быстро всегда опускалась я стрелял для того чтобы мне было удобно играть от башни и они это сделали это кайф играть действительно стало удобно также еще минимальная скорость для активации подвески было 15 стала 30 и чтобы выйти из подвески нужно было разогнаться до 24 километров в час а сделали до 30 грубо говоря чтобы войти в режим гидропневмоподвески раньше нужно было снизить скорость до 15 и ниже километров в час а чтобы выйти разогнаться до 24 и выше то сейчас сделали 30 туда 30 назад все что ниже 30 километров в час вы всегда можете пользоваться гидропневмоподвеской и когда разгоняетесь больше 30 она отключается 30 метров это прям офигенно сейчас я поиграл на стб-1 действительно это средний танк у которого гидропневмоподвеска это преимущество она мне не мешает играть тем более от башни с у военными хорошими это было действительно приятно поиграть на стб-1 возможно я бы на основе на нем бы поиграл если бы он не был десятым уровнем всем тем кто играет на десятках даю добро танк действительно вышел на этот раз приятный через раз даже голду танкует против десяток но особо не увлекайтесь все-таки в маскунтон куда-то пролетает урон на десятках пробития голдой сильно большое пушка замечательно дпм лютый стабилизация точность хорошая альфа средненькая 360 пробить и хорошая особенно голдой куда же без голды тоже free to play танк действительно приятный с вами был варчик играть красиво пока и и и и